Друзья, привет! Не пугайтесь, это не магазин. Это не магазин ноутбуков. Это я вот сейчас села, монтирую видео свое очередное. И знаете, хотела вам показать, как у меня это происходит. Потому что вот не получается у меня уже с одним лаптопом, с одним ноутбуком что-то такое тут делать. Приходится брать сразу несколько. Из одного беру информацию, на другом озвучиваю, на третьем монтирую. В общем, вы знаете, целая история. Так что если вы думаете, что все это очень просто, то ничуть не бывало. Я вспоминаю, как я смотрела, как мой муж Рентон смонтировал видео. У него было всего два компьютера стационарных. Но вот у меня стационарных нет, а у меня только лаптопы. А почему так много у меня лаптопов? Ну, я даже могу объяснить. Потому что вот этот маленький у меня красивенький такой, красненький. Вот он. Это Lenovo, легкий, бесподобный. У него батарея очень долго работает. Ну и вообще он, конечно, предназначен в основном для поездок, для путешествий. Вот этот, у него самый лучший звук. Это компьютер Dell. Вот он. И сейчас я вам покажу. У меня установлена на него старая программа. Windows Move Marker. Вот она. Сейчас я ее попробую открыть. Он работает медленно. У него уже вся память заполнена. Ну вот, потому что уже этот Windows Move Marker, это считается старая программа для того, чтобы монтировать, обрезать, озвучивать видео. Вот так вот он выглядит. Очень легкий в использовании. Ну, а вот этот компьютер у меня самый новый. Он огромный. Он китайский. Я его купила. Он даже называется вообще, сказать по правде вам, странным названием, которого вы даже и не найдете. В природе не найдете. Вот он. Qtach FM. Так вот, у него самый большой экран, видите, да? Диагональ, по-моему, 17,5. Как-то так я его купила дорого. Дорого-богато. Думала, что он у меня заменит мне все мои лаптопы. Но, тем не менее, у него звук вообще никакой. Все дребезжит. Вот только экран хороший, яркий. Да и то, он может работать только от... Когда его подключаешь к сети, а никакой батареи у него и в помине нет. Поэтому... Вот так. Не все так просто, друзья. А вот здесь вот я свои видео озвучиваю. Видите, вот сейчас новое для вас делаю видео. Как раз, может быть, завтра выпущу. Целый вечер сидела. Вот тут отдельно озвучка. Видите, вот эта вот строчечка. Если озвучка на самом видео, то, конечно, легче монтировать, легче обрезать. Потому что звуковую озвучку обрезать вообще невозможно. Ее надо по новой всю записывать. В общем, куча нюансов. У меня тут кто-то спросил. А, вам, наверное, вот взять помогает. Все тут это самое. Да нифига подобного. Я все сама осваиваю. Все сама снимаю, монтирую. У меня сейчас, кстати, прям произошел затык. Вы знаете, извините, что так говорю. Но я настолько много наснимала. У меня столько разных тем. И вот у меня тут фотогалерея еще есть. Вот эти все. Все мои снятые видео, они хранятся вот здесь. Потом я их компоную, озвучиваю и вам показываю. О которой я уже показала, удаляю, конечно же. Но и так у меня уже вся память заполнена. Вот сейчас вам о Каусе хочу сделать видео. О царской семье. Это у меня о церквях еще не закончено. Я что-то говорю вам, что прям запуталась. Что именно мне сейчас продолжать? Прям даже и не знаю. Как-то слишком много всего накопилось. Времени нет, потому что приходится сидеть долго. Так вот, что хочу сказать. Что у меня планов громадье. У меня очень много, что есть еще вам рассказать и показать. Я, кстати, даже вот смотрю тех блогеров английских, женщин, которые наши русскоговорящие здесь снимают видео на Ютубе. И интересно то, что смотрю, что некоторые также из моего канала черпают информацию и черпают для себя, как сказать, какой-то очередной сюжет. Вот иногда вижу, что я сняла что-то, и тут же снимают подобные видео про деревни. Вот я снимала. Ну, может быть, это только мое такое мнение. Почему бы и нет, конечно. Я тоже что-то в интернете нахожу. Но это меня радует. Так что, друзья, вот так вот все непросто. Да, и еще хочу что сказать. Я же еще вот сейчас вам на камеру снимаю. У меня одна камера в руках. А второе вот я еще купила себе вот такой новый. Новый, новый, новый. Ага. Не всегда еще открыть могу. Почему-то я его сделала, знаете, на отпечаток пальца реагировать. И теперь не рада сама. Короче, новый купила себе Samsung. Samsung, по-моему, 12G, если я не путаю. С огромной памятью. 160 фунтов он стоит. Вот только что я его купила, приобрела. И подумала, что здесь такая камера супер. Так вот, приобрела. Именно для того, чтобы снимать на вот эту камеру. 46 пикселей. По-моему, мегапикселей у нее разрешение. Оказалось, что у него совершенно плохая картинка. Изображение трясется, исчезает. Иногда теряется резкость. Вот даже мой, вот этот старый Motorola, я его разбила, видите, благополучно. И пришлось новый купить. Так вот, мой старый Motorola с одной всего лишь навсего камерой и с разрешением, по-моему, 24 мегапикселя здесь у камеры, он снимает гораздо лучше. А тот, который у меня в руках, хияоми, тот вообще суперский, самый лучший. Хотя тоже китайский. Так что, друзья, не все так просто, во-первых. Во-вторых, нужно массу денег. Так вот, мне нужно еще микрофон хороший, с защитой от ветра. Мне нужны хорошие подставки. Купить бы, по идее, новую программу. Здесь программы все платные для монтирования видео. Поэтому, вы знаете, в общем, пока еще я же говорю. Мой YouTube-канал хоть и имеет сейчас на данный момент... Сколько у меня здесь подписчиков? Давайте посмотрим. У меня на данный момент подписчиков 68301. Вот, 68301 подписчик. А смотрят не очень много. Если по статистике прокрутить. Вот видите, просмотры. Новое видео я выставила сегодня. Вот тут сразу пик такой поднялся просмотров. А потом бабах опять падает. Ну вот, получаются не очень большие доходы, друзья. Могу даже показать вам, кстати, сейчас, какие доходы здесь у меня на канале. Где, где, где? Сейчас покажу. Так, вот я здесь смотрю статистику по каналу. И вот мой месячный доход. Смотрите. 279,27 фунтов. Ну, много это или мало? Для этой суммы, вы знаете, надо еще постараться. Ой-ой-ой, как? Обычно бывает даже меньше намного доход в месяц. Так что, друзья, смотрим, пожалуйста, мои видео. Пожалуйста, ставим лайки. Пожалуйста, делимся видео. Вот только тогда и количество просмотров увеличивается, и доход. Ах, да, вот, друзья, кстати, что хочу вам еще показать. Вы знаете, ой, чтобы вам не отсвечивал экран, как бы тут вам сделать. У меня многие спрашивают, а покажите то, а покажите про супермаркеты, а напишите, как с вами связаться. Друзья, я вам сейчас хочу показать. Это же все делается очень просто. Вы просто в Ютубе забиваете вот эту строку. Жизнь на юге Англии. Видите, вот я показываю курсорчиком. У вас выходит мой канал. Страница моего канала. Вот она передо мной. Такая же появится перед вами. Это главная страница. Вот. Главная выглядит вот так. И, друзья, здесь у меня видео основное, мой рассказ обо мне. Я его давно здесь держу. Поэтому, если кто-то спрашивает, а как вы попали в Англию, вот он прям здесь у меня. Друзья, заходите на страницу канала. И дальше вы нажимаете вот здесь видео. Видите? Открываются все видео, которые у меня существуют. На данный момент у меня уже, по-моему, 840 видео. Это просто какой-то кошмар, как много. Я, конечно же, их не пересматриваю. Иногда даже и не помню, что в каком видео у меня. Так вот. Здесь вот шапка такая красивая, красочная. Черри цветущая. Я ее не меняю. Она у меня 3 года с момента открытия канала. И здесь в правом углу, посмотрите, вот я показываю опять. Курсорчиком. Вот это моя почта, e-mail. Вот этот значок. Facebook. Вот Instagram и Одноклассники. Вот они все тут. Если вы хотите меня где-то найти, вы просто кликаете на этот значок, и вам открывается новое окно. Точно так же вот Instagram и Одноклассники. Единственное, что могу сказать, что я туда практически не хожу. Мне хватает заниматься вот моим YouTube-каналом. Я в основном всегда здесь. Дальше что? Если вы хотите посмотреть по очередности мои видео, то нет никаких тоже проблем. Вот они сейчас у меня стоят в порядке очередности. Просто когда вы канал открываете, открываете видео, вот эту ссылочку, вот она. Кликаете. А нет, вот сегодня 28-е. Я английский супермаркет White Rose выставила три дня назад. На Криминале и так дальше. Чем ниже, тем старее видео. Но здесь еще есть одно такое. Вот здесь, видите, в правом, опять же, углу наверху написано «Упорядочить». Кликаете на это «Упорядочить». И здесь самое популярное – дата добавления. Сначала старое, дата добавления, сначала новое. У меня стоит сначала новое, что мы и видим. Если я кликаю «Самые популярные» на моем канале, у вас открывается вот такая страница. Мои новые видео. Самое популярное – «Нужен ли мужчина, женщине» после 60 лет, 9 месяцев назад, миллион просмотров. И дальше рецепты, которые везде пользуются популярностью, а не только на моем канале. Огромное количество – 826 тысяч, 702 тысячи, стрижки – 446 тысяч. И дальше пошло. По мере интереса, количество просмотров – 30, 20, 15 и так дальше. Здесь 200 видео. Самое последнее, которое здесь может открыться, 14 тысяч просмотров, а уже в которых совсем мало просмотров, они сюда не попадают. Но вы можете точно так же упорядочить и, допустим, открыть сначала старые. Вот, давайте попробуем. Сначала старые. И вот, пожалуйста, вам. Самое первое видео. «Леса в Англии. Живописная поляна. Четыре года назад. Просмотров 1700». Вот здесь у меня, ну, когда канал только-только зарождался, конечно же, просмотров было мало. Эти видео я даже уже и сама не помню. Здесь у меня еще не было стабилизатора, поэтому бывает, что и камера тряслась. Хотя, вы знаете, первые видео, они тоже очень неплохие информативно. Неплохие тоже старые попадаются видео. Вот дальше у меня пошло «Поэлта Делла Круз». Так, и еще я что хочу показать. Смотрите. Помимо видео вот здесь, также написано следующее. «Плейлисты». Кликаете на «Плейлисты» и у вас открываются все плейлисты, которые есть. По названиям «Сортированы мои видео». Ну, понравившиеся нам не надо, допустим, да. Вот дальше. «Остров призраков». «Покатушки по острову». «Стрим-ответы на вопросы». «Португалия». «Ройал-фэмили-сплетни». «Как найти мужчину с сайта знакомств». «Самые красивые места на острове Вайп». Вот. И здесь вот рядом, вы видите, вот эта вот цифра стоит. 1, 2, 29, 12, 11. Это количество видео в плейлисте. Я объясняю так подробно. Может быть, конечно, все, кто уже давным-давно с компьютером общается, они знают это все. Но я знаю, что есть и такие у меня зрители, которые спрашивают. «А как, вот, расскажите, как мне попасть, вот, покажите магазины, а у меня сейчас спросили, а магазины одежды». Вот, пожалуйста, вы просто открываете плейлисты, находите плейлист «Магазины-супермаркеты». Вот он. Кликайте на него. И у вас открывается прям сразу подборочка. «Только о магазинах». «Только о магазинах». Здесь еще также у нас барахолки. И вот, если вы хотите посмотреть одежду, вот, пожалуйста, Тики Макс. Уже давным-давно присуществует видео, в котором я показываю одежду Тики Макса. И здесь вот домашние какие-то. Все для дома. Магазин B&M. Рождественские декорации. Магазин цветов. Супермаркеты. Все, что хотите, друзья. Возвращаемся назад. Закрываем, закрываем. И опять открываем плейлист. И еще у меня есть очень интересная такая подборочка, которая называется «Церкви Англии». Вот она называется «Английские церкви». Здесь 19 видео. И если вы кликаете на этот плейлист, то сразу о всех церквях, 19 видео, обо всех английских церквях, вы можете посмотреть. Вот так, друзья. Все очень просто. Все, что хотите, все для вас. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста. А также еще здесь есть вот такой вот. Сейчас покажу вам еще раз. Есть на самом верху вот такие значки. Вот такие значки. Вот здесь уведомления. И вы можете, колокольчик этот, если вы подключаете уведомления, то у вас здесь появляется сообщение, что на моем канале появилось новое видео. У меня уведомления от тех каналов, на которые я подписана. И уведомления о ваших новых комментариях. Надеюсь, я смогла вам помочь. Задавайте вопросы, если что-то непонятно. Ну и, конечно же, не забывайте, друзья, подписываться на мой канал и ставить пальчик вверх. А я вот уже готовлю для вас еще одно новое информативное и зрелищное видео. На этом, друзья, я с вами сегодня прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя. Пока-пока.